Приветствую зрителей и слушателей моего канала. Для тех, кто беспокоится о моем таком исчезновении, скажу, что да, нахожусь я сейчас в состоянии раздумья. Несколько приуныл. 21 августа я надеялся, что будет рассмотрена моя апелляция и решен вопрос монетизации, но ничего решенного не было. На данном этапе 2 месяца канал находится под жесточайшими санкциями и, соответственно, я задумываюсь о будущей судьбе канала. Наверное, сделаю об этом отдельный ролик, но сейчас очень важный пост от Гарри Каспарова, который я ждал, я надеялся, что он нечто подобное напишет. К сожалению, в последнее время действительно практически нечем делиться с умными здравомыслящими людьми, ибо буквально на глазах, как говорится, перебывается один, другой, третий. Ты видишь настоящее предательство, ты видишь, как люди подстраиваются под обстановку и действительно авторов, кому я еще доверяю, осталось 1-2 человека. И, естественно, один из них всегда был и будет, надеюсь, будет Гарри Каспаров. Итак, его мысли по поводу так называемого умного голосования полностью сходятся с моими, поэтому я сейчас зачитаю эту статью. Если вдруг кто-то не в курсе, как всегда команда Алеши Навального во главе с Алешей Навальным призывают участвовать в выборах, то есть в очередной раз устроить легитимизацию этим выборам. Точно так же, как это было с выборами когда-то мэра Москвы, точно так же, как это было с псевдовыборами президента и всеми прочими. Везде, где вмешивается Алексей Навальный, все его разговоры, все эти движения сводятся в конечном счете всегда к одному и тому же. Участвуйте в выборах, придите на участки, только на этот раз они даже укажут вам, куда поставить свою галочку, якобы для того, чтобы продвинуть каких-то своих кандидатов. Но я устал уже говорить, натер мозоль на языке и все остальные, в очередной раз повторяем, что нельзя участвовать в том, чего нет. В этой стране не существует никаких выборов и любое участие, организованное, по заказу поставленная галочка, тот факт, что вы придете на избирательный участок, только самим этим фактом вы легитимизируете этот процесс. Единственное, что можно сделать в этой стране, что еще бы хоть как-то сдвинуло ситуацию, это, конечно же, всеобщая забастовка, начинающаяся вот с таких простых вещей, когда все люди или подавляющее большинство не играют по сценарию власти. Не приходят на выборные участки, так сказать, своими ногами, показывают всему остальному миру, что в этой стране нет никаких выборов. И тогда фальсифицировать результаты им будет с каждым разом все сложнее и сложнее. Необходимо создавать условия, в которых бы власть и все ее прихлебатели вынуждены бы были выкручиваться. Но, как всегда, пытаясь завуалировать все это под красивыми лозунгами, Алеша Навальный призывает своих последователей, конечно же, на выборы прийти. Ну и что думает по этому поводу Гарри Каспаров? Моя позиция по отношению к участию оппозиции в путинских выборах в кавычках давно известна. Становиться частью этой профанации не только бессмысленно, но и вредно. Вопрос о власти на них никогда не решался. При этом имитационные электоральные процедуры придают легитимности режиму как внутри России, так и за рубежом. Создавая видимость реальной поддержки россиянами путинской диктатуры, почему вы называете Путина диктатором, ведь в вашей стране проходят выборы? Этот вопрос мне регулярно задают иностранные журналисты, глядя на российские псевдобаталии. Демонстрация Западу якобы работающих в России демократических институтов давно является важнейшим направлением кремлевской политики. Здесь трудится огромное количество лоббистов разного уровня, причем не гнушаются этой работой и сам Путин, козыряющий в фамилии кандидата, в региональные депутаты на встрече с президентом Франции. Приходится снова напоминать об обсуждении тактики действия оппозиции на дебатах в сентябре 2011 года. Тогда мы вместе с Борисом Немцовым выступили за разные формы бойкота предстоящих выборов в Госдуму, в то время как Алексей Навальный отстаивал идею голосования за любую другую партию, кроме «Единой России». Главный аргумент Алексея, кстати, уверенно победившего на тех дебатах, заключался в надежде на бунт системных партий и раскол во власти. Но этого ожидаемо не случилось, и бенефициары голосования за любую другую партию – КПРФ, Свободная Россия, ЛДПР – не только не взбунтовались, но и вскоре оказались в авангарде имперского советского мракобесия, активно участвуя в поддержке всех преступлений путинского режима, включая аннексию Крыма, военные операции российской армии в Украине и Сирии, закон Димы Яковлева и т.д. Несмотря на подъем протестов в конце 2011 года, в результате тактики Навального достаточно быстро стала очевидна наша с Борисом историческая правота. Надежды на раскол этого режима посредством электоральных игр быть не может. Протест может от выборов воспламениться, но дальше он должен направляться на демонтаж путинского режима, а не поддержку партийных приводных ремней Кремля или Мурзилок по типу Прохорова и Собчак. Когда же через 8 лет этот скомпрометированный политический проект выдается снова за умное голосование, это нельзя воспринимать иначе, как оскорбление нашего интеллекта. И Михаил Ходорковский, в целом, не разделяющий моего радикального взгляда на проблему российских выборов в кавычках, подверг критике план умного голосования, справедливо отметив аморальность голосования за кандидатов, не осудивших жесткие разгоны протестных акций. Весьма показательно, что за свою позицию Ходорковский стал объектом резкой критики со стороны адептов Алексея Навального. Настойчивые попытки всучить обществу интеллектуально протухший продукт вкупе с игнорированием минимальных моральных норм является ярким свидетельством нарастающей моральной атрофии, типичной болезни политических сектантов. В путинской России установлена жесткая персоналистская диктатура, совмещающая мафиозные принципы управления с элементами фашистской идеологии. И еще со времен советских диссидентов мы знаем, что единственным преимуществом борьбы с диктатурой остается моральная правота. И никакие разумные технологии, никакое провозглашение мифических целей, вроде борьбы с фонтоном ядра, не могут служить оправданием отхода от моральных принципов. Любые аморальные сделки с властью, какими бы умными словами они не прикрывались, имеют один результат – слив протеста и, как следствие, окончательное разрушение гражданского общества. Гарри Каспаров Гарри Каспаров